и снова всем здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры и всем 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 огромное спасибо за поддержку канала вы на канале турецкие байки сегодня опять будем разбирать анонимный вопрос анонимную историю я ее зачитаю и мы все вместе разберем здравствуйте ольга меня зовут я опускаю как обычно мне очень нравится ваш канал и вы мне нравится как вы отвечаете на анонимные вопросы несмотря на то что вы молодая девушка отвечаете с какой-то мудростью старшей сестры добротой и пониманием ну скажем так я не совсем молодая мне через пару месяцев будет 39 лет но огромное спасибо за комплимент всегда приятно итак я буду очень благодарна если вы дадите свой совет и мне я была в стамбуле месяц назад за два дня перед отъездом познакомилась с курдом просто от скуки потому что была одна первый день мы просто гуляли он приглашал туда-сюда я сказал что мне нужно вернуться в отель на вопрос когда мне уезжать сказала еще не знаю вернулась в отель и началась переписка я подумал что завтра крайний день штамбуле я хочу провести его с ним потому что если быть честной он не сильно понравился да и перед этим у меня давно никого не было ни на что не рассчитывала сразу решила в голове проведу хорошо время и все просто такое приключение и не более в общем я сказал когда мне улетать домой ну конечно он предложил провести ночь вместе и утром проводить меня в аэропорт вот такая неромантическая история мне конечно неудобно но я не совсем девушка легкого поведения мне в общем то не свойственно но я решила пусть будет так как говорится лучше сделать и пожалеть чем не сделать и жалеть что не сделал но с этим я вообще-то с вами очень сильно согласна иногда именно так и нужно поступать нужно периодически совершать ошибки чтобы знать что они были ошибками все люди совершают ошибки святых нету на этой земле ну в общем этот вечер и ночь были наверное самые лучшие за последние годы в моей жизни он отвез меня в хороший ресторан с видом на босфор подарил цветы и снял номер хорошем дорогом отеле подарил куртку чтобы я не замерзла в самолете сладости разные домой увезти утром повез меня в аэропорт по пути говорил что приедет в москву что очень переживает что я уезжаю и все такое в общем как ни крути дрогнуло мое сердце все-таки не получилось внутри себя сесть на самолет и забыть свое приключение двух дней по прилету домой он стал мне писать каждый день иногда звонить писал что любит страдает и что очень быстро привык и все такое я понимаю что этого не может быть что не бывает так но вот пишет мне аж кым аж кым каждый день аж кым на турецком моя любовь но я взяла и написала что ты больше слов не знаешь других лучше забудь меня и фотографии мои удали ой не знаю зачем наверное от своих эмоций от страха что влюбилась человека которого не знаю два дня от всей этой ситуации и стыдно мне было так и за эту ночь я понимаю что не может он серьезно относиться хотя бы потому что не ходят нормальные девушки по отелям с мало знакомыми людьми но вот написала и он прочитал и не ответил мне ничего и перестал писать я конечно пожалела что такое сделай через два дня написала прости у меня было плохое настроение и мне тяжело в разлуке с тобой он сразу ответил прости меня скучаю люблю тебя и все больше писать не стал и я тоже прошла неделя он мне позвонил сказал что любит что страдает и что может я смогу приехать следующим летом стамбул но я сказал что это очень долго тогда он сказал что сам приедет через два месяца в россию и опять пропал только отправляет сердечки на моей истории и все моя подруга сказала что у меня странная позиция по отношению к нему холодная вот я не знаю если посмотреть на всю ситуацию трезво я думаю я ему не нужна была было и было что ценного в такой женщине да и сам он не пишет а я не могу навязываться может посоветуете что делать забыть и все или может что-то могло получиться из этого или может я и правда холодно себя повела и уехала может не стоит проявить инициативу нравится он мне конечно что скрывать и хотелось бы надеяться на что-то или просто от одиночества я так цепляюсь за эти два дня даже и истории то они анонимные не назовешь анонимные два дня спасибо вам большое заранее если сможете ответьте мне пожалуйста я ответила вам я вас попросила кое-какие дополнения написать потому что во первых вы нигде не указываете возраст от возраста очень много чего зависит потому что то что хочет девушка в 30 совсем не то что хочет девушка в 50 так вот скажем так вам 35 около 35 лет он вас примерно ну скажем так на год младше немножко младше вас я бы сказала даже несмотря ни на что вот эта разница не сильно большая вдобавок мне вы мне еще фотографию прислали вы очень красивая женщина я искренне не понимаю как у вас давно никого не было мне кажется что за вами должны штабеля укладываться ну так вот вы полностью свободны насчет него вы написали что он в разводе на два ребенка имеется где-то и давлет конечно же вы не видели но принципе вы ни на что не надеялись естественно как бы ну так вот он говорил что у него есть свой бизнес небольшой так писал звонил каждый день после того как вы уехали домой то есть он продолжал конкретную переписку все такое прочее а пропал после того как написала неприятно это самое сообщение он пропадал на неделю сказал что приедет через два месяца после этого пропал и 15 дней молчит вы говорите только отправляет сердечки и все ну вот такие уточнения я у вас взяла ну как бы более менее ситуация стала ясной он мне кажется как и вы ничего серьезного и не планировал но так как и отношения имели продолжение там вот переписка и так далее он начал об этом всем задумываться так вот насчет задумываться если вот как он говорит приезжая я приеду без каких-то конкретных вот таких вот условий то это очень большой вопрос к сожалению у него два ребенка то что он в разводе это не факт сейчас как бы странно было бы вот так с бухты барахты когда он молчит просите девлет на мой взгляд для начала нужно немножко проявить инициативу все-таки написать ну как ты но где ты уже вот сколько ты дней молчишь я вообще-то женщина напомните ему об этом что я не должна писать первое скажите ему что так не принято не только у нас в россии но и в турции насколько я знаю скажите ему так и почему ты мне молчишь вообще не интересуешься мной дальше если он начнет писать там люблю не могу ну это стандартная скучаю выяснить вообще немножко хотя бы планы на будущее кроме как приеду спросить но вот и приедешь встретишься со мной мы проведем с тобой замечательно опять время нам же хорошо было вместе а дальше что вот как на твой взгляд дальше что и здесь уже нужно посмотреть по его реакции если он там скажет вот надо там планировать может быть переехать может быть свадьба или что-то в этом духе ну то есть более-менее заявка на серьезные отношения и так далее вот тогда в этот момент стоит потребовать это в лет а если он скажет не знаю мы должны подумать я не могу так быстро решение принимать и все такое прочее но есть большой риск огромный риск что он уже женат но просто вот подвернулась красивая девушка которая в общем-то понравилась он вам понравился то есть есть вот это взаимное притяжение но не факт что продолжение отношения будет он с удовольствием будет ездить туда-сюда но может держать вас в качестве любовницы вы тоже пока вот выясняете все отношения решите для себя устраивают ли вас вот такие отношения например гостевые без брака без ничего то есть приехали вы в стамбул провели прекрасно время на недельку он к вам приехал например провели прекрасно время никто никому ничем не обязан или вы все-таки ищите человека партнера для жизни что есть если это все-таки для жизни если он начинает тянуть то это не серьезно почему это совсем не серьезно потому что он еще вдобавок курд курды но все-таки чуть-чуть капелюшечку но более консервативны чем турки они все-таки стараются если у женщина совсем понравилось сначала жениться обычно это очень рано происходит и к его возрасту обычно они уже женаты вот последний где-то анонимная история была что без эдевлета без эдевлета вроде как хороший мужчина все оплачивает все туда-сюда не хотел показывать эдевлет прислал номер кемлика и пароль от эдевлета думал искренне что женщина не зайдет в его эдевлет аккаунт но с помощью моего видео я там показываю где что искать она зашла нашла там короче говоря пять детей от него ему было слегка в общем-то за 30 или не было 30 я не помню то есть тоже курд успел настругать детей одна жена официальная другая неофициальная наврал что он разведен то есть здесь вот вот такие вот есть камни предкопновения поэтому эдевлет это вот обязательно это но совсем обязательно если построить с ним какие-то планы на будущее если просто гостевые отношения ну сами решайте в общем то как вы о своей жизни пишите у вас в общем то все налажено все уже устроено ну разве что мужчина мне кажется не хватает вашей жизни и вот он подвернулся вот такое но с вашей внешностью мне кажется вы на родине вполне себе можете хорошего мужчину найти я понимаю искренне что у нас здесь уже за определенный возраст но вы примерно моя ровесница уже сложно найти мужчину хорошего а те кто остался в общем-то не женатыми они еще топ-моделей богатых почему-то хотя сами мало из себя еще представляют но во всяком случае он будет на родине то есть подумайте тоже над этим вопросом я понимаю вот этот курд вас зацепил он симпатичный вы мне фото прислали но это тоже большой вопрос и вот мне не нравится то что он 15 дней молчит уж не завел ли он еще кого-нибудь за эти 15 дней а так вот поддерживает вас как бы в резерве сердечки ставит то есть вот здесь большой вопрос но подводя итог всему сказанному мое личное мнение небольшая инициатива в начале ничего страшного то есть немножко так вот сбудоражить понравившегося человека когда на конец выяснятся его планы на будущее если там он заявляет жена и все такое выяснить страничку и давлет потому что нужно доверие а историй с курдами очень много женатыми еще как бы я здесь бы сказал что курды более консервативны а вы уже с незнакомым человеком пошли вместе то есть для него ну тоже определенное мнение о вас сложилось как в общем-то приятные девушки с которой можно хорошо время привести не обязательно легкого поведения но что вы уже согласны на его любые условия вот так вот скажем поэтому внимательно продумайте проработайте все эти вот позиции которые я вам обозначила чтобы вы не решили для себя я вам от души желаю удачи и пусть у вас все получится дай бог чтобы ваш курд оказался просто каким-нибудь работягой который так урабатывается упахивается что у него просто времени за эти 15 дней не хватило ну хотя я конечно сама в это не верю если человеку нужно общение он хотя бы пять минут в сутках найдет в общем-то ну ситуации скажем так разные бывают давайте оставим как бы маленький шанс лазейку что ну вдруг он действительно перерабатывает и кроме сердечек он вам ничего прислать не может но здесь повнимательнее естественно побольше холодного рассудка поменьше в омут с головой и пусть у вас все получится несмотря ни на что а на этом все друзья мои всем любви добра и счастья не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик для уведомления на новые видео и увидимся на других интересных и полезных видео пока пока